По плану действовать занятий университета рабочих корреспондентов фонда рабочей академии. Сегодня с выступлением свекцы сущности инфекции государства выступает профессор Казенов, Ленинградский государственный инфекционер имени Пушкина. Александр Сергеевич, пожалуйста. В преддверии 1 мая, наверное, полезно вспомнить. Провели мы 22 апреля научную конференцию, посвященную Дню Равнения Ленина в Разливе, что конференция была организована замечательно, приехало много народу, в том числе из бывших братских республик Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии. Все очень так тепло отзывались об организации конференции. Были интересные доклады и от партии, и от научного мира. Эти материалы отчасти уже опубликованы. У кого есть компьютер и выход в интернет, могут посмотреть на Красном ТВ, фонда рабочей академии. Так что, вот это вот в преддверии 1 мая произошло такое заметное событие. Я вот вижу, тут многие были. Я уверен, что получили удовольствия много и хороший заряд такой бодрости 1 мая. Значит, что касается нашей сегодняшней темы, то она формулирована так несколько необычно. Обычно мы говорим сущность и форма государства. Сущность и форма государственного устройства. Я не решил немножко затронуть вот эту тему функций государства. Почему затронуть эту тему? Потому что сущность и функции государства. Постановка вопроса несколько необычная. Она вызвана тем, что вот сущностью государства, я даже уверен, что большинство товарищей тут хорошо знакомо. Мы эту тему изучали довольно подробно. И тут нет трудностей. Форма государства. Ну вот я вношу инновацию такую в понимании формы государства. И мне думается, она такая очевидная, что тоже не требует больших доказательств. А что касается функций, то функции у буржуазных государства известно какие. У пролетарского государства их очень много. И вдруг завтра свершится революция пролетарская. Масса народу не будут знать, что делать. За что бороться в первую очередь? За что бороться во вторую очередь? Почему? Потому что представление о функционировании государства, ну конечно, у наших товарищей очень абстракт. Поэтому я немножко и затрону вопрос, чтобы так, ну, как-то расширить кругозор. Значит, что будут делать и трудящиеся образовав свое государство. Значит, что касается сущности, не буду далеко вдаваться, если будут неясности или проблемы, зададите вопросы. Сущность любого государства является диктатура. Диктатура одного класса. Диктатура господствующего класса. Какие бы формы государственного устройства ни были, монархия, демократия, аристократия, власть все равно находится у господствующего класса. Скажем, афинская демократия, ну, блистательная, замечательная, мы все на ней учимся, описана она много жды. Тем менее, это демократия рабовладельцев, это нельзя забывать. Только это бедные рабовладельцы, рабовладельцы у которых там один, два, три, ну, пяток рабов. А у богатых не было. Богатые рабовладельцы в пегатрии, бедные у них в служении. Я говорю о демократии, что даже у демократии, у низов афинского общества были рабы. Значит, но немного рабов, ну, понятно, чем по сравнению с богатыми, а хотя бы один, два, три, пяток были. Хотя некоторые были и совсем без рабов, самые ленивые. Значит, поэтому нельзя забывать, что это власть рабовладельцев, скажем, точно так же во все другие эпохи. Это диктатура одного класса, диктатура класса богатых. Или это рабовладельцы, или это феодалы, или это буржуази. И только в социалистическом государстве это власть одного класса, рабочего класса. Как мы называем эту власть диктатуры претряда. Что касается форм, то в ученом мире идут дискуссии и обсуждаются три формы. Значит, монархия, аристократия, демократия и разного рода режимы. Там солитарный, там тоталитарный и так далее. Причем иногда с тенденцией такой заменить форму государства режимом. То есть, скажем, в Советском Союзе была не демократия социалистическая, а вот был тоталитарный режим. Ну и так далее. То есть, когда государства какие-нибудь не нравятся, особенно господствующие в мире, они обзываются тоталитарный режим, авторитарный режим, хотя по большому счету это режим. А форму государственного устройства три. И отличаются они не тем, что у власти находится один, или немного аристократии, или много демократии, как определил Аристотель. А тем, что у власти стоит или один род, или несколько родов, или демос, который каких-то особых родословных, и в этом смысле каких-то особых родов, он не имеет. По крайней мере, до сих пор не имел. Надеюсь, что с компьютеризацией, с широкими возможностями сравнения информации, теперь это дело будет на более такой прочной основе. То есть, дело не в том, что Николай Второй правит. Монархия определяется не тем, что у власти стоит Николай Второй, а тем, что у власти стоит его род. Уже 300 лет род Романовых. И следующий правитель в этой системе государства будет представитель этого рода, представитель этой крови. Причем, скажем уж, если касается нашей истории Николая Второго, то Николай Второй поступил противозаконно, передав власть брату, а не сыну. Поэтому, отказавшись от власти, тем самым он теряет права царя. И в России царя в этом смысле не расстреляли, а расстреляли гражданина Романова, который, я думаю, провинился и пред Господом, и перед людьми. Потому что по монархическому мировоззрению, значит, ему Господь врусил монархию. Вот он от нее отказался, вместо того, чтобы беречь и работать. Значит, аристократия – это власть нескольких родов. Как правило, это бывает такая групповая тирания. Скажем, вот Семибоярщина у нас, или власть 400 была такая в Афинах. Вот, или шутили семибанкирщина во времена Ельцина. Или еще что-нибудь в этом роде. То есть, власть, которая формируется небольшим кругом людей, но которая определяет деятельность государства в тот или иной период. Как правило, аристократия неустойчива. Почему? Потому что вот эти роды, богатые, знатные, борются между собой, друг друга спихивают, а то еще и пытаются истребить. И находит аристократия в спасении, как правило, в монархии. Если она не находит такого спасения, она разрушается. И, в общем, история дает в большинстве нам такие анархию после нее, а потом зарождение демократии. Значит, в феодальном обществе примерно то же самое, господствующая в профеодализме форма государства – это монархия. В буржуазном обществе, в современном обществе ситуация немножко иная. Вроде сохраняются эти формы государственного устройства, но на самом деле господствующая буржуазная форма государства – это демократия, буржуазная демократия. Если она не находит выхода в решении тех или иных проблем, она прибегает к диктатуре, к открытой диктатуре, насильственной диктатуре, фашистской диктатуре. То есть, когда она не может решать проблемы мирным, спокойным, демократическим порядком, она приходит к насилию. Это мы в 20 веке хорошо знаем о Италии, о Германии, по Польше, по Венгрии. В Японии. Причем там она такая серьезная в Японии. Монархия – это специфическое государство. Что же касается монархии, хотя формально монархии в Европе много, реально, конечно, ни одного монархического государства в Европе нет. Монархии европейские, они не функционируют как политическая власть, не функционируют как государство. И, значит, являются такими скорее оракулами, что ли, да, символами власти. Конечно, я понимаю, приятно, наверное, англичанам, некоторые, да, во, 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 прийти на день рождения к королеве с дочерью, вот, будешь хорошо учиться, вот принц на тебе женится. И дочь там старается учиться, хорошо себя вести и так далее. Или вот, да, принц женится тоже. Народ отвлекается от насущных проблем. И таким образом это еще одна труна народная, на которой можно играть. Так что вот эта аристократическая форма, она все-таки свой век отжила, по крайней мере, на настоящее время. Так что вот диктатура сущность и форма государственного строительства. Что касается функций государственных, то можно сказать, и это будет правильно, что у государства существует только одна функция. Функция защиты самой себя, собственности, господствующего класса. Это единственная функция. Она, чтобы ее осуществить, требует выполнения многих других функций. И, значит, этим, в общем-то, государства различаются и в смысле древних государств, и в смысле современных государств, и в смысле советского государства. В этом смысле, что значит главная функция в Афинах? А обеспечение собственности и охрана собственности, это значит, что государство в Афинах представляет собой, ну, в лучшие времена, в середине V века до н.э. при Платоне, это 30 тысяч организованных граждан. Граждане, это записанные, имеющие право. Чтобы вы почувствовали разницу, дистанцию, в Афинах в это время жило 400 с лишним тысяч человек. Значит, вот эти 30 тысяч граждан, они руководят, управляют, принуждают всех остальных подчиняться их законам, правилам и так далее. Почему, значит, это было возможно? Потому что эти граждане, во-первых, грамотные, во-вторых, эти граждане вооруженные, не поголовно вооруженные, вот, и эти граждане организованные. То есть, довольно жесткая родовая организация. Скажем, все Афины поделены на 4 филы, ну, таких родовые объединения, объединения родов. И в каждой из фил по 3 фратрии, то есть, более узкие такие фратрия, братья объединены. Мужчины одного, одной фратрии, женятся на женщинах другой фратрии. А те женщины выходят замуж за представителей первой фратрии. Поэтому это очень узкий круг людей. Они знают друг друга, знают довольно хорошо. Ну, вот теперь, в смысле прав. Права, в принципе, у самого господствующего класса одинаковые. В принципе, я говорю, одинаковые. Вот теперь, функционируют и демократия, и тирания, значит, довольно исправно. Народное собрание, булэ, ариапак судейской коллеги, ну и так далее. Поэтому, можно сказать, что у них одна вот эта функция есть, охрана. Потому что они все занимались общественными делами. И вот это объединение, вот это государство, называли историки 19 века община, государство общин. И молодые Маркс и Энгельс тоже, значит, так, иногда у них есть такое выражение, община. Город община. Почему? Потому что у этих людей внутри себя, у Равловедельцев, все общее. А рабами они владеют, сообща, как каким-то общим. Чем-то общим. Подчиняют они их, как нечто общее целому. А уж сколько у кого там получилось, это уж, как говорится, твое дело. Вот, Беларусь с нами. Значит, тем не менее, функции государства со временем усложняются. Скажем, ну, во-первых, функция внешней защиты государства становится все более сложной и все более значимой. Почему? Потому что войны когда-то велись между родами, самые кровавые, потом между племенами, потом между объединениями племен, потом между государствами. И, я думаю, все вы можете прикинуть, что чем ближе к нашему времени, тем войны масштабнее и суровее. Если, скажем, по разным оценкам, в Первой мировой войне в начале 20 века погибло около 20 миллионов, то во Второй мировой войне погибло, по разным оценкам, от 40 до 50 миллионов человек. И при сохранении такого порядка вещей нет никаких гарантий, что, значит, это будет повторяться. Поэтому, ну, конечно, правительство все к этому готовится. И в этом смысле Россия, она занимает такое трудное положение. И вообще у нее положение в мире в этом смысле трудное. Поэтому суетиться Путин с Медведевым насчет реформы часто неудачно. Удачной реформой, по крайней мере, подвигаются критики и со стороны буржуазных исследователей, и со стороны коммунистических. Вот, тем не менее, конечно, это необходимая функция. Конечно, она затратная. Конечно, ее выполнение. Значит, теперь с историей растет функция внешней торговли. Скажем, когда-то, в древности, государство само участвовало в грабеже. Скажем, если мы посмотрим на основателей первых государств, то это даже, как правило, грабители, причем морские грабители. Это же образовывались государства первые вокруг Средиземного моря. На что-то надо кормить армию, на что-то надо кормить обслугу. Вот, грабили туда, побережье, и на этот счет создавали государство. Кто удачный грабитель, тот основал хорошие, крепкие города. Кто неудачный, погибли. Ну и торговля, если прикинуть, значит, опять такую историческую ретроспективу, то она все время расширяется. И сегодня мы с вами видим, как она стала действительно мировой торговлей. Как нас Китай, значит, заполонил тут своими товарами. Да со всего мира сейчас можно найти у нас товары. И каждый из нас пользуется этими товарами. Еще в 20 веке заморские товары были чем-то вроде роскоши. Сегодня заморские товары, это жирпотреб, а у нас так почти весь. Здесь объемы мировой торговли очень растут. И если кто-то в их захочет выйти гражданин или там предприниматель в мировую торговлю, там он просто скушает и все. Поэтому ему нужны гарантии. Гарантии государства. А это очень большая многосторонняя деятельность. С послами, с торговыми миссиями, с финансовыми учреждениями, которые обслуживают эти потоки. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это очень тоже гигантская функция. И эта функция, функция обеспечения обмена, я думаю, что она не отомрет завтра на сегодня, скажем, там в социалистическом обществе. Почему? Потому что мировой обмен, он может из денежной, буржуазной, капиталистической формы перерасти в другую. Но он будет развиваться, этот обмен, значит, своими продуктами. И я думаю, что он будет развиваться, чем дальше, тем шире. Поэтому вот эту функцию, конечно, ее нельзя выпускать из вида, и надо иметь в виду. Государство, оно должно обеспечить вот этот обмен, обеспечить гражданам более-менее приемлемые условия и безопасность. Насколько это важный вопрос? Я вот сейчас вспомнил, приезжал, был такой экономист Михаил Антонов. Приезжал он в Питер, здесь в нескольких местах делал доклады в 89-м, в 90-м году. И вот рассказывал такой случай. Спросили представители Министерства торговли, правда ли говорят, что наших представителей торговли обманывают в трех случаях из пяти. Нет, говорят, это неправда. Обманывают в пяти случаях из пяти. И, скажем, проблема во времена Ленина, как она остро стояла. И сколько сложный у меня был вопрос обеспечения мировой торговли. Поэтому, конечно, это такая вот существенная функция. Хотя, конечно, она опять корнем упирается в охрану собственности, в защиту интересов класса собственников. Ну и можно много, наверное, даже для современного буржуазного общества найти таких функций. Но в последнее время, в том числе и у нас, под давлением трудящихся, особенно на Западе, под давлением СССР, буржуазное государство вынуждено было брать на себя некоторые функции по охране трудящихся, по социальному обеспечению. Значит, конечно, это полумеры, конечно, это все носит формальный характер, зачастую это просто ширма, но это есть. Прежде всего, это трудовое законодательство и гарантии, и некоторые гарантии по труду. За эти гарантии рабочий класс заплатил вековой борьбой в 19 веке и 17 годом кровавой борьбы в 20 веке. Я имею в виду, что когда-то, в начале 19 века, рабочий день был 12, 14 и 16 часов. В том числе, трудились дети 10 и 8 лет. И вот профсоюзная борьба к 1833 году, рабочие при помощи профсоюзной борьбы добились того, что рабочий день для детей был, во-первых, урезан, во-вторых, возраст был ограничен для детей, возраст с работы. В-третьих, значит, оговорились условия, при каких все-таки условиях можно там рабочий день установить до 12, 14 часов. Вот революция в России, выполняя требования забастовщиков начала 20 века, сразу уже буржуазные установила, 8 часов, родовой день. Причем она буржуазия это установила под давлением большевиков, эсеров и других, значит, общественных организаций, которые во время вот этих вот забастовок начала 20 века выставляли это требование. И только благодаря России, вот я считаю, может я в этом вопрос, только благодаря России 8-часовой рабочий день узаконился во всем мире. И рабочие всего мира должны сказать спасибо, если они это сознают, русскому рабочему классу за то, что русские рабочие отстояли 8-часовой рабочий день для себя и для всего мира. И потом, значит, под давлением Советского Союза, под давлением опасности, исходящей для капиталистов из Советского Союза, буржуазное государство стало вводить и другие, значит, другие взяли на себя функции по обеспечению, ну, более-менее человеческих условий для труда. Кроме этого, в 20 веке, это было еще, надо сказать, вызвано участившимися и более резкими кризисами, особенно кризисом 29-го, начала 30-х годов Великой Депрессии. Когда 30% экономически активного населения Америки оказались безработными, без денег. Если кто-нибудь читал из вас роман «Стейнвик и грозья гнева», вот я в молодости его почитал, но у меня он произвел очень сильное впечатление. «Стейнвик» показывает, как вот эта семья фермера разорилась и выживает в период вот этой вот депрессии. Гоняется где за четырьмя долларами, где за тремя, где за двумя, где за одним, чтобы хоть чего-нибудь сегодня съесть. Поэтому Рузвельт, а теоретические предпосылки для этого подготовил еще чуть раньше аминанский экономист Джон Кейн, Кейн, значит, установил, что нужны, во-первых, общественные работы, чтобы занять население и дать ему хоть какую-нибудь подпитку. Во-вторых, общественное питание. Вот оно появилось, массовое общественное питание в Америке, когда народ просто кормили на улицах. Вот, ну и у нас вот, не знаю, видеть ли его нет, а я на Владимирском, так вижу иногда, приезжает бочка, релками, с кружками бумажными и пластмассовыми, и вот собираются бомжи тут со всей округи, и вот они там едят. Забезобразят всю эту площадку. Ну, с другой стороны, конечно. Там только бомжи собираются? Да, конечно, бомжи, пока только бомжи, но и бомж он другой стал. Вот, скажем, нынче идешь, солидный человек, вроде так, одет, и такой неплохой, чистит в мусорной баке. Поэтому вот пенсионеры окрестные платы чистят. В том числе и пенсионеры теперь, я говорю, изменился, бомж. Конечно, Владимир Владимирович, всей экономикой управляет государство. И вот с этого времени, особенно после Рузвельта и Кейнса, государство взяло на себя функцию регулирования экономики. И вот эта функция, она такая важнейшая для буржуазного государства на сегодняшний день. И мы даже с Михаилом Васильевичем попытались обозначить ее для современной России. Вот в этой книжке, которую, наверное, уже видели большинство. Вот она там лежит, наверное. Что имеется в виду? Имеется в виду, что передовые, развитые капиталистические государства, Япония, Соединенные Штаты, Германия, Англия, даже Финляндия, сегодня довольно жестко регулируют всю экономическую жизнь. Всю. Я уже здесь говорил, кто-то кому-то дал почитать, и кто-то мне до сих пор не вернул книжку Виктора Фридмана, нашего выходца, нашего американца, да, который в 91-м году с родителями отбыл в Штаты, там закончил престижный вуз, займел хорошую работу, квартиру, но жить не смог. И напернулся, сбежал оттуда, вырвался причем из тесок налоговой системы, и написал выдающуюся книгу «Социалистические штаты Америки». То есть он критикует Америку фактически справа, а получается критика как будто, значит, и слева. что в Америке все зарегулировано, все под контролем государства, от налоговой системы никуда не скрыться, а он боролся с налоговой системой и хорошо ее знает. То есть вот насколько регулирование охватило, значит, развитые вот эти страны. В то же время на Западе сохраняются крупные силы, которые всячески пытаются освободиться от государства, освободиться от государственного регулирования. Куда-то его вообще задвинуть на задний план. Существует целая экономическая школа, так называемая австрийская школа, которая упорно доказывает, что государство только мешает экономике, что оно только тормозит, что нужно содержать демократию, бюрократию, бюрократию, ничего не понимает, берет взятки, там и так далее, и тому подобное. И наша, вот я как раз говорю, и наша вот эта вот публика, разрушившая СССР, она начала с этой именно позиции. Лозунг «Государство должно уйти к экономике». Государство должно оставить за собой только функции ночного дворника, что есть пока предприниматели там спят, чтобы их богатство не растащили, вот нужно государство охранять. Ну и мы все это хорошо на своей шкуре прочувствовали, что экономика была разрушена, государство было фактически разрушено, и только вот теперь, значит, за последние 10 лет они уже сами поняли, что они тонут вместе с тонущим государством, и, наконец, вроде начали что-то делать. По крайней мере, заткнули наиболее крупные дыры, по которым богатства увозились из России. Вряд ли кто-нибудь помнит, один из первых номеров «Народной правды» был посвящен проблеме вывоза экономических богатств из России. И там простой парень из «Архангельской экономиста» дал картинку, что вывозится по дешевке или за даром вообще из России. Я этого никогда раньше не знал. Оказывается, в советское время экспортировали чистый овес, экологически чистую гречку, значит, несколько сортов там мяса и так далее. Сахар. Да, сахар. И как-то об этом не принято было в советские времена говорить, и я вот как-то не знал, оказывается, что такое экспорт. Ну а в это, в начале 90-х годов, это просто пошел поток. Вопрос стал о том, чтобы быстренько построить вторую тут железную дорогу на Москву параллельно первой, потому что первая она уже не могла пропустить всех грузов. И вскоре мы подсчитали убытки. Значит, у нас получилось 20 миллиардов долларов в год из России вывозится просто за даром. 20 миллиардов. Чтобы вы почувствовали эту цифру. Когда Путин заступил на пост, бюджет России составлял 25 миллиардов. И особенно я удивился, когда узнал от Примакова, когда тот стал премьер-министром, он назвал эту цифру, что из России ежегодно выводится 20 миллиардов долларов. Это гигантское. Это, собственно говоря, вторую экономику какую-то вывозили. Поэтому Клинтон отчитался, что за время его управления из России было вывезено богатство на 500 миллиардов долларов. На полтриллиона рублей. Значит, и, конечно, они из экономики ушли. Их интересовали только налоги и взятки. Ельцинское правительство, я имею в виду. И, естественно, что они все разрушили. И, естественно, что, значит, все-таки другая часть буржуазии, более-менее национальная, более-менее заботящаяся о своем будущем, вынуждена была, видимо, взять это в свои руки. Ну и Путина имя, оно связано с тем, что он усиливал регулирующую роль государства. И надо сказать, что за последнее время многое сделано. В том числе и по осознанию, особенно, вот мне нравится, что идет процесс осознания вот этого Елены. Необходимость, нужда в этом очень простая. Наша нынешняя производительность труда составляет от американской 25%. Это, я думаю, цифру эту несколько раз озвучивали. Я думаю, что вы и знаете. Но вот что я узнал недавно. Мы отстаем на эти же проценты, или в таком же масштабе, и от Финляндии. В Финляндии производительность труда выше нашей, значит, 4 раза. Ну и, конечно, правильно, что в документах Путин поднял вот этот вопрос о производительности труда. Именно поднял, потому что он был упущен. Я искал данные в 90-х годах, не мог найти, какова сейчас производительность труда. Потом, наконец, нашел у профессора МГУ. Значит, видимо, дали задание. Получилось, что в начале 2000-х годов наша производительность труда составляла, опять-таки, от американских почти те же 20, которые были когда-то еще при Сталине. Сталин, значит, перед коллективизацией добился уже 20%, а когда-то было там 11. Сталин за первые годы правления с Лениным восстановили экономику, и производительность труда выросла в два раза по сравнению со США. Поэтому вот эти в 4 раза – это не трагедия, но большая-большая драма. Поэтому концепция развития, социально-экономического развития до 2020 года определяет, что производительность труда в России должна быть повышена в 4 раза. Я думаю, что вы уже прикинули, что к 2020 году не только мы повысим производительность труда в 4 раза, но и Соединенные Штаты Америки, я думаю, не разы ли в 2. Поэтому, если так планировать, а выполнение будет еще хуже, то мы, конечно, будем в 2020 году примерно в таком же положении, но, может быть, чуть получше, как и сейчас. Но до 2020 года жить еще много, воды утечет много, а пока каких-то реальных шагов по развитию производства и производительности труда нет. В чем тут главное бы направление реализации этой функции государства? Главное направление – развитие материального производства и его связка с наукой. Вот эту мысль очень хорошо сформулировал наш с вами земляк, последний Нобелевский лауреат в России, Жерес Иванович Алфера. Он Путину в лицо сказал, что нам не нужны науку деньги, нам нужны предприятия, которые в нас заинтересованы. Дайте нам экономику, дайте нам предприятия. Мы их завалим проектами, они на наших проектах сами обогатятся и нас делают богатыми. И вот это вот действительно проблема. Но сказать, чтобы она как-то решалась, разговоров очень много, особенно инновации, модернизации. Сколково. Да, Сколково – главный оплот. Но, скажем, если посмотреть на реализацию, то мы увидим, что, значит, один из важнейших проектов – это развитие нанотехнологий. Кому поручили развитие нанотехнологий? Жулью. Жулью, согласен. Во главе с жуликом, ну, не номер один, может быть, но уж номером два, это точно Анатолий Борисович Чубайсов. Да. Я говорю, не знаю, кто первый. Может, тот первый. Анатолий Борисович Чубайсов. Значит, отрядили им большую сумму. Я сейчас вот не могу ее вспомнить, но это какие-то сотни миллиардов рублей. Я помню только, что он за первый год отчитался только за 20% суммы. То есть, он не освоил средства. А львиные дуэры идут на корпоративные интересы. Корпоративные, наличные, еще там на какие-то. Но, значит, факт есть факт, что 20% он освоил средств, которые ему дали. Милые люди, значит, в науке нашей накоплена масса сейчас нанотехнологий. Ну, собери, давай производство, давай условия, значит, для деятельности. И наделай чудеса. Кстати, кое-что появляется очень интересное. Ну, вот уже четвертый год. И, в общем, ничего особенного на эту тему мы не слышим. Более того, как-то в последнее время разговор о нанотехнологиях вот забыт. Теперь вот давай инновации. Нанотехнологии – это все-таки более конкретное, что-то инженерное. А инновации – это вообще, ну, обновление, внедрение нового. Ну, а что нового? Давайте конкретно это новое. Конкретного нового есть, конечно, кое-что есть, но очень и очень мало. Поэтому я думаю, что вот в этом одном из основных пунктов развития экономики наше государство функцию не выполняет. Поэтому, скажем, в пролетарском государстве на это нужно будет обратить принципиальное внимание. Кстати сказать, в свое время и Ленин со Сталиным, они культурную революцию не откладывали на поток. Денег нету, народ неграмотный, учителя там, профессора, доценты разбежались по заграницам. Но это надо было делать. И это было сделано в несколько шагов. Сначала всеобучие, немножко, но всем образованием. Потом побольше, потом институты, в том числе институт красной профессуры, академии наук во всех республиках и так далее и тому подобное. То есть, нашу страну советскую, ее делали как научно-техническую державу. Поэтому, когда встал вопрос, перешел в практическую плоскость подготовки к войне, значит, фактически в кадрах какого-то такого жуткого голода не было. Появились кадры и построить самолеты, и создать новые танки, и создать новые марки оружия, и все, что хотите. Причем на передовом уровне обогнали по некоторым видам техник и технологий Германскую Республику, которая на то время была самой развитой в мире. Поэтому, значит, вопрос с образованием, вопрос с наукой, вопрос связи науки с производством, это, ну, первейшее такое направление деятельности Гусарта. Первейшее его функция. Причем, вот чего другого у нас может быть действительно мало. Вот, ума у русского народа много. Русский народ, бывший советский народ, а, ну, русские братские республики, естественно, народ России. Один из самых грамотных народов в мире. Наша рабочая класса, рабочая сила, самая квалифицированная еще сейчас в мире. Ей только нужно помочь, то есть дать возможность проявить себя. Иначе квалифицированные кадры, серьезные работники, значит, едут строить дачи, ремонтировать квартиры. Там еще что-то. И сегодня, значит, квалифицированный токарь, квалифицированный сресарь, квалифицированный расточник. Это, ну, там ищут его, как, я не знаю, академики, наверное. Почему? Потому что нет кадров. Инженерная наука практически разрушена. И инженерный корпус, вот, Иван, подправит меня, тоже находится в таком полуразвальном состоянии. Хотя инженеры российские, ну, кто говорит, недавно мы отмечали 12 апреля, день космонавтики. Первыми запустили спутник Земли, первыми запустили животных в космос, первыми запустили спутник с человеком, космический корабль с человеком на борту, ну и так далее, не буду вспоминать долго. И так это знают. Поэтому, вот тут у нас есть запас, тут у нас есть богатый резерв. Поэтому, хорошо, что есть у нас леса, значит, нефть, газ, водных ресурсов много. Но вот еще у нас есть главный ресурс, с помощью которого мы могли бы рационально использовать и наше природное богатство. Поэтому, вот эту вещь нельзя, значит, уплоткать из вида. Ну и, что касается функций государства по социальному обеспечению, то впервые до этой темы, проблемы, доросло американское правительство в 902 году. Когда поняли, или надо что-то делать с безработными, или, значит, будут такие же забастовки, как и в Европе, особенно в России. И тогда было создано Министерство торговли и труда оно называлось. А на самом деле это было Министерство по контролю за рабочей силой и, значит, социальное обеспечение пенсионеров. Отвод, повторивший рабочей силой, в 1902 году. Значит, и скоро увидели, что этот опыт замечательный. Он действительно снижает социальную напряженность. И одно государство за другим, стали у себя внедрять и развивать пенсионную систему. Значит, теперь заботу о престарелых, развивать социальную сферу в нескольких направлениях. Значит, и, конечно, опять толчок мощный дал СССР, в который эти вопросы решались более эффективно. Образование стало социальной функцией. Раньше образование было частное дело. Частные колледжи, частные фирмы, значит, университеты. В какой-то мере в России высшее образование, оно все-таки довольно сильно курировалось царем правительства. Но в 20 веку стало ясно, что на откуп частным фирмам эту вещь отдать нельзя, иначе будет отставание от мирового прогресса. Поэтому государство все более внедряется в сферу образования. Значит, все более заинтересовано, чтобы рабочая сила, работники, рабы были грамотными. Потому что грамотный раб больше сделает. Теперь, чтобы раб был более грамотный и эффективный стал быть, его нужно освободить от большого количества часов, от большого количества работы. Нужно сократить рабочие деньги. Я уж не думаю, они не говорят уж о том, что он работает первые там 4-6 часов эффективно, в полную силу, иногда с удовольствием. Потом все меньше, через 8 часов он уже выдохся. А через 12 часов, как советует, или добивается наш миллиардер Прохоров, значит, это вообще выжатый лимон, разрушенное здоровье. И за ночь ему его не восстановить. То есть это целенаправленное разрушение здоровья. И перевод. Нас в 19 веке, это в 19 веке работали по 12 часов. Вот. Нынче в целезонном мире никто 12 часов не работает. Более того, опять-таки, Чеосиф Визеренович на 18 съезде поставил задачу перейти к 6-часовому рабочему дню. Это сразу поставило тяжелое положение весь Запад. Но война, другие неудобства, так это дело отложилось. До 61 года, когда все-таки на один день, на один час рабочий день сократился, стал рабочий день 7-часовым. Появилась суббота в качестве выходного дня. И сразу в мире пошло это уже движение. Еще раз напомню, в связи с тем, что трудно-свежие силы производительнее. Тут вот еще какой был интерес. И скажем, сегодня в развитых производствах Запада, Японии, работают по 6 часов, а рабочая неделя во Франции 35 часов, а не наша 40. Если же Прохоров добьется введения 60-часовой рабочей недели, это увеличение в полтора раза на 50%. Но тут есть и противоречивая сторона подводной капелью. А именно, Прохоров отражает реальность. Не придумывает 12 часов, а по 12 часов уже во многих местах, на многих предприятиях работают. В том числе наши уважаемые товарищи докеры. Причем сколько не предупреждали, что не надо, товарищи. Не надо. Значит, никак. И в 50 лет инвалид. 50 лет инвалид. 50 лет. В 40. В 40 даже Рысев? Ну вот, 40. Вы видели, Рысев тут красавец такой приходит. Здоровый мужчина. Вот, 40 лет инвалид. Хорошо, что у него есть вторая специальность преподавательская. Вот он получает хорошую пенсию, конечно, докерскую. Это только докерскую. Благодаря их союзу. Да. Поэтому отражает факту. Но этот факт, он перекрывает будущее развития. То есть, сейчас, возможно, это даст какую-то небольшую прибавку. Но через некоторое время измотанная рабочая сила, она, во-первых, не сможет так эффективно работать на той технике, которая сегодня есть. Во-вторых, у нее нет времени для учебы и восприятия новой техники, которая необходима для подъема произведения труда. Поэтому это просто стопор. Поэтому даже в самом господствующем классе по этому поводу развернулась довольно широкая борьба. И вот мне понравилось, как Путин прямо, сразу и резко, значит, высказал свое мнение. Вот оно, видимо, не понравилось. Сегодня угрызло на думе. Очень многим. Он сказал, какие вам 60 часов. Есть трудовой кодекс. Значит, этого времени достаточно. Достаточно заботьтесь о том, чтобы у вас была техника, а не перегружайте людей. И многие осели, в том числе и председатель ФНПР Шмаков, тоже так это осмелел, тоже начал накатывать на предпринимателей, что мы не позволим. Премьер-министр, значит, высказал, что не позволим уже и профсоюзы. Тоже мы не позволим. Так что это вопрос тоже острой борьбы в самом государстве, в самом господствующем классе. И мы его должны знать очень хорошо. Я думаю, что вот за последние два года тут мы много сделали по разъяснению этого вопроса. Что такое зарплатная плата? Из чего она складывается? Сколько нужно времени работать, чтобы ее заработать? И так далее, и тому подобное. И были статьи в «Народной правде», и были конференции по этому поводу, сборник этих конференций имеется. И на сайте Фонда рабочей академии есть эти материалы. Поэтому я думаю, что вот в этом смысле, значит, ну в какой-то мере тут мы подготовились. Конечно, можем дать фору много. Ну и обобщенной формой вот этого противоречия выступает то, что Прохоров, вообще-то говоря, имеет более фундаментальную задачу. А именно, изменить трудовой кодекс. Помните, мы боролись за трудовой кодекс? За наш проект проголосовало 40% депутатов Госдумы. То есть еще бы чуть-чуть, и он 42 даже был. Еще бы чуть-чуть, и наш проект мог выиграть. Он не выиграл. Из-за предательства, кстати, с Процсоюза Шмакова. Он не выиграл, и его дополняли, 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 и сейчас чувствуют предприниматели, бизнес, что он и их давит. Мало того, что работники чувствуют, что он и предприниматели давит. То есть нет выхода, он всем не нужен. Поэтому ему нужно, его нужно совершенствовать. И вот мне не хотелось бы, чтобы складывалось впечатление у людей, а это есть. Что вот нужно бороться за этот кодекс, вот он хорош, а то Прохоров его испортил. Вот я думаю, нет. Мы должны этот кодекс развивать. Но мы должны его развивать в интересах рабочих, в интересах работников. И я думаю, что, значит, по этому поводу наши товарищи еще скажут свое веское слово. Конечно, о медицине. Тут у нас народ взрослый, с медициной, я думаю, тесно связан, в том числе и я, ваш покорный слуга. И мы очень хорошо видим и слышим, с одной стороны, много разговоров о медицине. И медицина во всем мире стала общественной медициной. Не в смысле бесплатной и доступной каждому в одинаковой эсперте, а в смысле заботы о медицинских услугах для всех людей общества, для всех нуждающихся, особенно ОСТО. Поэтому, хотя и говорят много, результатов этих пока не видно и не слышно. Более того, элементарный контроль отсутствует. Скажем, написали список лекарств, на которые нельзя повышать цель. В то же время, говорит Голикова, лекарства дорожают от места поступления из-за рубежа в Россию и от этого места до центров распространения лекарства в 4-5 раз. То есть мы переплачиваем за лекарства в 4-5 раз больше. Это вот эти посредники нас грабят всех. Я думаю, ну неужели эту простую вещь, простой этот контроль нельзя наладить? Нельзя перекрыть эти каналы. Я тоже думаю, что в значительной мере это связано из-за того, что не хотят. Почему? Потому что на этом наживаются, на этом они дают откаты, значит, более высокой сфере, та более высокой сфере еще более высокой. Там, наверное, и самым высоким что-то перепадает. Но медицина – это та область, которая не может заниматься частный бизнес. Он может там какую-то больницу сделать свою, или какой-то там санаторий, или еще систему может быть. Но медицину, как глубоко научную, глубоко технологическую область деятельности, не может частный бизнес наладить. Это может наладить только государство. И, конечно, это важнейшая функция государства, и она будет развиваться. И я думаю, что те товарищи, которые будут строить социалистическое государство, они, конечно, вынуждены будут сразу, значит, обратить на эту функцию пристальное внимание, и учесть тот опыт большой, который имелся по этому поводу в Советском Союзе. Сейчас только понимаешь, как это было хорошо. Шел в больницу с доверием, что тебя вылечит. Вот что можно для тебя сделать, тебя сделают. Вот теперь, вот я по отцу сужу. Значит, если они не могут, его отправят там в областной город. В областном не могут, отправят еще куда-нибудь. Но проблему, в конце концов, значит, решают. И вот моему отцу уже 78-й год, а он еще, слава Богу, из советской власти живет здорово. Да продлит Аллах. Да, Богу. Так, ну и много еще функций есть. И у современного государства, и у социалистического их будет еще больше. И ни одна из них не должна быть потеряна. Почему? Потому что социалистическое государство работает в направлении защиты, выражения, интересов, трудящихся, рабочих. Вашему отцу. 87-й? А, 87-й. А, 78-й сказать. А, 87-й. Рассказал, что он вас изобразил. 87-й, да, да. Спасибо, Иван Михайлович. 87-й, поэтому я говорю, да продлит Господь его. Это технически, но тут все точно. Хорошо, и дело с инженерами. Ну, можно еще фунты вспомнить. Но, к сожалению, время стекло. Может быть, какие-то вопросы будут? Так, спасибо большое, Александр Сергеевич. Какие вопросы есть к докладчикам? Пожалуйста, вопросы. Производительность в древние времена зависела в основном от умений работника. Производительность труда в конце 20-го века на 80% была обусловлена технологией, технологически. На 80%, то есть в основном. Но и мастерство работника, его умения, а потом просто способность работать на этой новой технике. Это тоже чего-то дозначит. Поэтому тут и в производительности важны вот эти два главных элемента. С одной стороны, новая техника, наука, или новая научно разработанная техника и квалификация, которая может работать на этой технике. Вот это соединение, вот это средостение. Оно дает рост производительности труда. Если чего-то нет, значит, у вас никакого роста не будет. Плохой работник не знает, как работать, но вам сломает машину. Или вообще не найдете вы работника для работы на этой машине. Производительность труда в топочке всегда одно. А в предприятии другое. А в масштабе государство. Да, конечно, конечно. Ведь от непроизводительных сотрудников, государства их мало. Производительность может быть в Америке, которые там сотрудников этих страховых компаний, банков. Может быть... Конечно. Это сейчас. Не мешайте, я вот не понял вопроса. Так что, может быть, у нас производительность в Советском Союзею была больше, чем в Америке. Производительность труда. У нас было два-три банка. Этих как-то социальных работников. Вопрос в чем? Сейчас будут выступления. Вы можете выступить. Я хочу сказать... А, ну, вопрос. Ну, если вам вопрос... Я стараюсь бездельникам. Как вы считаете, что... Ну, вот вы уже сказали. Я считаю, что производительность труда у нас выше была в Советском Союзе. Значит, производительность труда было так. В тринадцатом году, в самом богатом году царской России, наша производительность труда составляла 11% от 100% американских. Я сказал уже, при Сталине в первые годы, в основном, в течение первых десяти лет производительность труда увеличилась в два раза. Стало 20% от США. То есть только пятая часть. Значит, к 55-му году наша производительность труда была в целом 55%, но, например, по сельскому хозяйству 25%. Причем, в некоторых отраслях, как вы говорите, правильно, производительность в СССР была больше. Но вот в сельском хозяйстве даже и значительно меньше. Значит, в четыре раза меньше, чем США. Извините. За время с 55-го по 85-й год, это наш, значит, наш рост выразился в трех процентах. Стало 58% от США. Соотношение. Соотношение, да. Стало 58. И в 95-м, по моим расчетам, и вот по расчетам кафедры экономики Московского государственного университета, я вам говорил, профессора нашел, 13% была в 95-м году. То есть мы скатились в начало 20-го века. Сейчас она снова где-то на уровне 20-25%. Скажите, почему такой пролет был в 50-е годы, как вы сказали, между сельским хозяйством и городской? Вот 55-25, это, скажем, сельское хозяйство. Потому что, потому что Россия запоздала с процессом перевода фермерства, как класса, значит, в рабочий класс и служащий, переход в город. У нас этот вопрос не решался в царское время. Он завис, созрел, перезрел. Поэтому мы его решали вот здесь, уже в советское время довольно сложно. Значит, у нас деревенских жителей осталось слишком много в 21-м веке. И вот это же отсталый все труд сельский. Кто был, я вот был в деревне в 50-х годах, я помню. Ну, конечно, он такой труд еще очень отсталый, непроизводительный. Хотя уже были комбайны, вот я на СК-3 работал. Значит, машины, трактора и так далее. Поэтому, ну, это историческая такая отсталость, что Россия поздно перешла от индустриальной державы в аграр... От и аграрной державы в аграр... Два раза делать лучше. Подождите. Так, кто? Владимир Владимирович? Вопрос, да? Пожалуйста. Какой вопрос? Нет. Я уже сказал... Сейчас идут вопросы. Давайте мы... Поэтому всегда Америку в два раза... Так, есть еще вопросы? Выше нас. Нет, нет. Два раза. Себестоимость у нас больше. В два и в некоторых вещах и три раза. Но производительности это не касается. Почему? Потому что это техника и работник. Хоть ему холодно, ему обеспечен, будет работать. Хотя стоимость этого обеспечения, она будет дороже. А производительность... Наши докеры по производительности не отстают от США. По производительности труда не отстают от США. Почему? Или от Европы. Потому что та же самая техника кары с электроникой. Что у немецких докеров, что у наших. Работает у нас еще и... И больше. Лучше. Виртуально. Это не сельское хозяйство. А сельское хозяйство. А сельское хозяйство пока отстает. Так, еще какие вопросы есть? Пожалуйста. Производительность у нас в четыре раза ниже, а зарплаты... Да, хороший вопрос. Спасибо. Значит, не знаю как на сей момент, а в свое время Олег Шейн, знаете, наверное, есть профсоюзные деятельности «Справедливая Россия», он как-то высчитал и ставил такой вопрос, что мол... Ну ладно, производительность труда у нас в четыре раза меньше. Так, а почему у нас зарплата-то в шесть и десять раз меньше? Зарплата-то тоже должна быть только в четыре раза меньше. Но это вопрос не о производительности труда, а это вопрос о том, что товарищи работники не хотят отстаивать свою заработную плату. Значит, я тут как-то говорил у этой аудитории, что профсоюз по-английски «трэд юнион», я вот сам только недавно думаю, посмотрел, как это переводится с английским. Это переводится «союз продаж», «союз», «трэд юнион», «союз», «торговля», «торговый союз», это «союз по торговле своей рабочей силе». На Западе коллективно продают свою рабочую силу, поэтому как монополисты на неё цену немножко завышают, те там их немножко завышают, снижают. И среднее получается приличное. У нас как монополисты работники, ну не хотят выступать, не хотят организовать профсоюзы. Если организовали профсоюзы, значит не доводят до коллективных действий. Не спорят с преподавателями, а надо спорить. И я думаю, что, конечно, вот уровень зарплаты там в 4 раза меньше, или в 3 даже. Конечно, можно достичь. А докеры показали, что только в 2. То есть им немножко осталось тут сделать шагов до нормальной заработной платы. А авиадиспетчеры вообще получают, так сказать, свою заработную плату, действительно, постоят. Некоторые 220 тысяч. Вот это зарплата, я понимаю, это правильно. На ее основе можно развиваться работнику. Можно учиться работать на передовых станках. Можно изучать теорию, читать газеты, журналы. Компьютер купить, на компьютере заниматься. Ну и так дальше. Есть еще вопросы? Последний вопрос, пожалуйста. У авиадиспетчеров как получите? Восьмичасовой, выше или нет? Какой же у них рабочий день? Как-то не вставал. Это не больше, чем восьмичасовой. Больше-то нет, конечно. Восемь или шесть. Может быть меньше. Восемь или шесть. Но точно я ответил на это. Но восемь часов не превышает, конечно. Так, все, вопросы закончились. Пожалуйста, какие есть выступления? Иван Михайлович, пожалуйста. Во-первых, хотел бы поблагодарить Александру Сергеевичу за великолепную программу лекции. Очень хорошо излагает. Мы, в общем-то, здесь привыкли к высокому уровню профессоров. Как-то это не очень замечаем. Но это великолепное изражение. И по сущности лекции. Вот тема его, вот, сущность государства, она на самом деле очень актуальна. Непонимание вот это, что всякое государство, без исключения, оно есть диктатура, а демократия всего лишь одна из форм государства, она, в общем-то, приводит к очень неприятным вещам. В частности, гражданская война в России, она приобрела столь ожесточенный характер, потому что удалось во многом эсерам и другим буржуазным партиям вбить в головы достаточно большого числа народа, что вот была демократия, учредительное собрание, выборы учредительное собрание прошли, большевики разогнали учредительное собрание, учредили свою диктатуру одной партии и так далее. Были даже рабочая дивизия на Урале, Воткинская, которая сражалась под красными знаменами, но за Корчака, смущенные именно вот этими лозунгами. И вот это именно непонимание. Хотя на самом деле, конечно же, диктатура политриата гораздо более была демократична. Съезды советов рабочих, российские съезды рабочих христианских, солдатских депутатов, они охватывали 80% населения России. Вот вроде учредительное собрание 100% охватывало формально, но тут нельзя не вспомнить вопрос известного армянского радио. Вот раньше были советы депутатов трудящихся, а теперь у нас стали советы народных депутатов. Вот кого надо прибавить к трудящимся, чтобы получить народ? Вот это, и конечно же, если поднародным понимать рабочих и крестьян, как понимал Ленин, то, конечно, диктатура политриата, она и была самой демократией. Вот это, и вот самое что ни на есть демократией. И сейчас надо сказать, что вот Михаил Васильевич Попов бы за границей в Греции обсуждали там вопросы журнала международного коммунистическое обозрение. Очень многие на Западе, венгры в частности, коммунисты вроде бы, они не переваривают совершенно слово диктатура пролетариата. Для них это, как мы будем говорить, что мы будем говорить, что мы за диктатуру? Ну, вот это понимание элементарное для грамотного марксиста понимание, что всякое государство – диктатура, а диктатура пролетариата – это самое демократичное государство, какое только может быть, это вот непонимание очень глубокое и очень сильное. Поэтому, и кстати, в Венгрии вот сейчас там предложения пошли в конституцию страны, отправящей партии, чтобы чуть ли не пожизненно ее делать. Это как демократия буржуазная воспринимается. И у нас в стране, вот после того, как у нас отошли от диктатуры пролетариата, вот пошел расстрел рабочих на Черкасске. Пошла Конституция 1977 года, где у Совета депутатов-потудящихся назывались уже Советами народных депутатов, и была где шестая статья введена, прислабо, про господствующую роль партии КПСС. Потом президенты пошли, которые все больше и больше и больше все полномочий. И сейчас мы живем, в общем-то, в демократии, это вразь народа. Как народ сейчас может управлять чем-то? Народ сейчас ничем абсолютно не управляет, некуда пойти, некуда пожароваться. И, ну, сейчас демократия практически. Вот, все. Спасибо. Спасибо. Кто еще желает выступить? Нет. Тогда заключительное слово, Александр Сергеевич, пожалуйста. Спасибо. Значит, ну, я так понял по характеру вопроса, что здесь есть что пообсуждать, есть проблемы. И в смысле понимания нынешнего буржуазного государства, и в смысле понимания и планов будущего социалистического государства. Поэтому я думаю, что я над этой темой с вашей помощью тогда еще поработаю. И еще хочу сказать два слова, что начальная глава этой книги, она посвящена государственной экономической политике. И там выделены основные направления этой экономической политики. И эти основные направления, они тоже фактически функции государства. Хотя не всегда формулируется именно государство. Например, функция целеполагания. Одна из важнейших. Что строить? Где строить? Строить ли здесь или там? И нужно ли вообще строить? Значит, эти цели государство определяет. Но государство берет их от партии. На самом деле эти цели вырабатываются партиями. И когда они приходят в государство, значит, они через государство начинают эти цели вырабатывать. И это важнейшая вещь. Не туда аж направили движение, все движение на смарку. И мы знаем это по последним годам советской власти очень и очень хорошо. Теперь прогноза. Конечно, государство шагу шагнуть. Экономика шагу шагнуть не может без прогноза. Поэтому прогнозы должны быть всеобъемлющие, точные, научные. И, конечно, это функции государства. Сейчас много частных фирм прогностических. Но, как показал кризис, ничего они не спрогнозировали. Никто ничего не предсказал, что будет кризис или не будет. Теперь главнейшая в советском обществе, в социалистической экономике, функция планирования. Это был целый государственный комитет планирования с большими ответвлениями по всему СССР. И я думаю, что вот этот опыт надо будет изучить. И, наверное, его надо будет радикально усовершенствовать. В-четвертых, да, это функция собственно хозяйствования. Это особая большая тема. Это экономика, собственно, в смысле слова. Теперь регулирование по итогам и по ходу выполнения планов. Регулирующая функция, она и сейчас, значит, выходит на первый план. В социалистическом обществе она не такая сильная, не такая первостепенная, но тоже достаточно значительная. Функция контроля. Без государственной контроля сейчас нигде не живут. Все страны, монархи там арабские и африканские, живут. Все контролирую я. И я понимаю теперь, думаю, что и вы почувствовали многие, что в советское время мало контролировали. Мало. Хотя и вы участвовали. Я лично участвовал в научном, в народном контроле. Ходили по магазинам, в свои отделы там. Значит, контролировали. Но мало. Контроль был поставлен не совсем хорошо. Мне кажется, можно было бы его поставить лучше. Ну и, наконец, ответственность за невыполненные планы, за проступки, тем более за преступления, тем более за аварии должен кто-то отвечать. У катастрофы, у аварии всегда есть имя, фамилия и отчество. И вот эта вот безответственность Брежневской эпохи и Горбачевской, она в значительной мере предопределила, значит, то, что эти силы оказались, противоположные силы буржуазии оказались сильнее. Безответственность. Она должна быть многосторонней, экономической, юридической, политической. Если народ не способен на привлечение к ответственности свои политические силы, этот народ теряет государство. У этого народа нет государства, не будет государства. Спасибо. Так, Владимир Сергеевич, еще раз спасибо. Значит, сегодня занятия завершены. Следующее занятие по плану наших занятий 5 мая. У нас рассматривается вопрос всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне. Субтитры создавал DimaTorzok